Бендеры На двух кладбищах где-то 40 человек Первые два дня войны выезд на наше кладбище не представлялся возможным Потому что с той стороны стояли все молдавские войска А вывозили сюда это одно и в плюс еще раненые были И уже кто умирал и кого сюда вывезли уже здесь, коронили здесь У нас в городе нету, наверное, ни одной семьи, кого это не затронуло У меня отец своего, он был в ополчении и также находился на передовой в те дни Потому что каждый житель готов был стоять с оружием, защищать свой дом, защищать нашу республику Женя Одинцов погиб 22 июня 92-го 18 лет ему так и не исполнилось Он погиб сразу, Одинцов, Женя И он лежал, ну как заснул Кристиня Старожук знает здесь всех, кто погиб в Бендерах и Парканах в июне 92-го Тогда она в РКБ восстанавливалась после курса химиотерапии Когда понадобилась помощь, из пациента переквалифицировалась в санитарку С 19-го на 20-е и с 20-го уже раненые из Паркан были и на мосту, которые были раненые и убитые поступали Но я шокирована была, когда с 22-го на 23-е массовое поступление Прямо вот сортировали на живых, на мертвых Нужны были такие руки, кто не боялся крови, кто не боялся грязи Нужно было мыть И я не знаю, откуда брались все силы Забыла про себя, про мою болезнь И все, меня хоть и шатало, я все равно двигалась В Террасполе похоронены 40 защитников Бендер Еще столько же остались неизвестными Редактор субтитров А.Семкин